Только начали играть в Айон? Посетите канал Ламповый Айон. Лампово о самой лампово игре. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. В прошлом ролике мы рассмотрели с чего и как надо начинать новичку или вернувшемуся игроку свою игру связанную с пвп активностями. По сути мы рассмотрели все, кроме одного, как-то вот я совсем забыл про знаки боевого духа. Это еще один из видов ресурса, который нужен для перекрафта начальной пвп экипировки в реликт или эпик. Поэтому в начале небольшое отступление где и как лучше всего их добывать. А на самом деле существует только два игровых способа. Первый способ это продолжать делать базы и артефакты, собирая за квесты необыкновенные кристаллы и беря за них все ту же экипировку отважного или храброго заступника. Вот тут вот уже без разницы какую из них, потому что мы берем и тыкаем на переработку. Ломаем и вуаля получаем полировочные камни и какое-то количество знаков боевого духа. А второй способ это качаем крафты и создаем все ту же пвп экипировку. Называется она что-то там из эрота и ломаем. Ну так же остается возможность если вы мажор и у вас много кинар скупать ее же с аукциона. А количество знаков примерно такое. С пояса где-то голда 2 штучки, реликт 7.9, эпик 31-39. Вот примерно такое количество. Так с пвп частью мы разобрались, теперь перейдем к пве. Тут на самом деле все проще и даже ваш рост тут не займет так много времени как бы это понадобилось в пвп. А особенно сейчас как привезли нам сет пандоры. Вот со сбора этого сета сейчас в нынешнем обновлении 6.5 и надо начинать свой путь. И делается это все на раз-два. На главной площади лакрума стоят два ряда палаток, которые там шоурмой торгуют. Но нас интересует сотрудник отдела подготовки пандоры. Подходим к нему и берем у него начальный квест. После чего рядышком появится еще один квест. И его берем также. А вот дальше сразу откроется целая хабка квестов. И точно также берем их. Ну это логично. И вперед собирать заветный сет. Все эти квесты рассчитаны на соло. Вам не надо искать пати, не надо стучаться в какие-то данджи. Вы просто их потихонечку ковыряете и делаете в процессе собирая сет по кусочкам. И натягивая его на своего еще не окрепшему в этом мире персонажа. Данный сет достаточно хороший и по сути является топовым. Для новичков и тех кто только вернулся. Но он хуже чем эпик сет который собирается в данджах. Но суть я думаю ясна. Собирайте сначала сет пандора, а потом уже стучитесь в такие данджи как Прометун и Манон. Только в этом порядке, а не в другом. По скорости этот сет делается может и не так быстро как хотелось бы, но его главное преимущество в том, что вы не привязаны к каким-нибудь другим игрокам. По факту это соло контент. Сейчас бы в мморпг пихать вот кучу соло контента, ну да ладно. Кто помнит такие сеты как Мирозент и Сель, вот это что-то из этой серии. В любом случае ребята поймите, если у кого-то, у какого-то лидера пати будет выбор брать человека в начальном сете там на половину сад обители или даже в том же мраке или же в сете пандоры, конечно выбор падет на второго. Так что всем новичкам вернувшимся стоит заняться именно сбором данного эквипа. Теперь данжи, в первую же неделю своего восхождения к вершине ПВЕ цепочки вы сможете сразу покорить такие из них как Снежный Обитель и Сад Знаний. Первый соло, второй на три человека. Все видосы по прохождению можно найти на канале. С появлением сета пандоры, обозначенного ранее, из данных данжей вам по сути ничего не надо, кроме как ресурсов, которые пойдут на продажу бокалейщику, чтобы получить хоть какой-то выхлоп по кенаре. Разве что вы еще не сделали ту или иную часть сета пандоры. В таком случае можете натянуть какую-то из шмоток на себя, но не точите их и вообще особо не заморачивайтесь, так как в скором времени вы ее все равно смените. Сет пандоры начинается с реликт сета и потом становится эпиком, а из сада обители только голда, так что сами понимаете это вообще как-то сейчас не актуально, кроме как за баблишком и вот в надежде выловить хомяка со скиллами давниона. После начальных данжей вас ожидают на ракаре и башне святости данжи, из которых падает реликт сет. Раньше вот выбора как-то не было и по сути нужно было хоть часть этого сета собрать, особенно оружие и крылья, чтобы двигаться дальше. Но опять-таки с появлением пандоры, которая сразу начинается с реликта, а уж потом становится эпиком, надобность в упарывании в нарик и святости отпала, но посещать их все равно надо. Все те же хомяки со скиллами и как ни крути все та же кинара. А видяшки по прохождению данных данжей также есть на канале. Ну а за ними у нас идут прометун и манор. На данный момент дела обстоят так, крять, подумали-подумали и решили чутка упороться, усложнив то, что раньше проходилось куда легче. Так что если раньше вам достаточно было для прохождения этих данжей слаженной пачки и плюс-минус реликтового пве оружка и крыльев точенок куда-то выше плюс 11, то теперь дела обстоят чуть трагичнее. Да, сет пандоры позволяет собрать тот же эпик без всяких данжей, но сет из прометун и манорна в любом случае лучше и для той же синекты подойдет куда больше. Плюс не забываем, что сбор займет какое-то время, поэтому стремиться в эти данжи для сбора эквипа оттуда все-таки надо. Так что собираем реликтовый сет пандоры, точим все тоже оружка и крылья выше плюс 11, еще сюда докиньте на всякий случай бежу и вперед покорять этих два данжа. Кстати, вот если мне память не изменяет, то оружка пандоры сразу дается эпическим, так что вам в любом случае будет полегче. Ну и венцом творения в пве в 6.5 является синекта, данж рассчитанный на 18 человек. О нем новичкам вот пока думать действительно рановато, но стремиться туда нужно. По данному данжу в будущем будет отдельное видео или даже целый ряд видяшек, потому что ну вот без бутылки там не разобраться. С данжами вроде все как просто и понятно. Дальше у нас еще идет ряд пве активностей, которые нужно обязательно не забывать делать. Это башни испытаний, для фарма монеток этой самой башни и покупку плюшек за них. Потом еще идет фарм кубиков, данж который периодически появляется на базах в лакруме, чтобы повышать себе статы. И фарм территории пандоры, появляющиеся порталы на площади в лакруме. Тут вас поначалу интересует только пве тоннель, он синего цвета. О многом также есть видяшки на канале и так же не ленитесь поглядеть. А про территорию пандоры появится вот в ближайшем времени. Секретный завод. Недельный и зараженный подземный тоннель ежедневный. Данжи полумесяца. Также не забываем откатывать. Первое это все-таки возможность вытащить оттуда камушки и другую мелкую расходку. А второе это ресурсы полумесяца для рецептов дня. Тут периодически бывают вкусные вещи, такие как коробки, например, с реликтовыми камнями. Ну или то, что вас оттуда заинтересует. Просто возьмите себе в привычку, зашли в игру и сразу туда прыгнули. Отходили и забыли до следующего отката. Иииии все. Ну вот реально все. Нет, конечно, есть еще крафты и такая вещь, как просто гринд мобов в лакруме для продажи ресурсов через аукцион для своего обогащения. Крафт полезен тем, что вы сами себе будете добывать знаки боевого духа и по сути по чуть-чуть навариваться на тех, у кого он не прокачан, продавая лишнее через аукцион. Но а гринд мобов позволяет также зарабатывать, пусть и не миллиарды, но все же. Тем более, когда включают всякие рейты. Можно насобирать достаточное количество камней созидания, плюс магических камней для вставки. И все это со свистом улетает с аукциона после окончания рейтов. Особенно на том же Асгарде, где народу просто тьма. Так что да, на удивление эти две составляющие в современном айоне еще живы. Но тут уже стоит вопрос в том, насколько лично вы любите заниматься таким. Например, я не очень, но поэтому я и еле ковыряюсь и мучаюсь периодически от нехватки денег и каких-то ресурсов. Ну а напоследок хотелось бы зацепить такую вещь на ру айоне, как ивенты. Хотите нормально развиваться в игре, не хотите вкладывать мамкину зарплату в игру, вам сюда. Так уж исторически сложилось, что на ру офе основная игра построена как раз вокруг ивентов. В них вся вкусная награда. И договор с оплотами, и камни, и кинара, и все-все-все, что только возможно. Конечно, многое зависит от самого ивента, и не все они бывают прям такие мега крутые и такие профитные. Но большинство из них да. Как пример, на последнем ивенте лично я собрал около 120 договоров с оплотами, а я еще та ленивая задница, так что это не рекорд. А игровым путем такое не собрать. Вот так вот и выходит, что обязательно проверяем каждую неделю форумы новости, чтобы не пропустить никакой из ивентов. И если они адекватные по затрате времени на выхлоп, то прямо вот так мега приоритет в них участвовать. Особенно новичкам. Один-два хорошо закрытых ивентов вас действительно очень сильно бустанут. По сути все, данные две видяшки не несут прямо мега чего-то нового. Они просто объединяют информацию для новичков и только что вернувшихся игроков, чтобы им было легче усвоить ее и ориентироваться в игре. Также со всеми моими переездами я мог что-то упустить из виду. Так что если вам есть что добавить, пишите в комментариях. Малыши будут вам благодарны. Спасибо всем за просмотр. Спасибо как всегда Фанни Айон за поддержку. Подписывайтесь, вступайте во все группы, тыкайте колокольчик и обязательно приходите на стримы для живого общения. А всем малышам удачи в покорении современного Айона. Он сейчас действительно очень дружественен к вам. Субтитры сделал DimaTorzok